Сегодня весь мир отмечает День без табака. Я бросил, а ты нет? С таким вопросом активисты молодежных организаций, волонтеры, вышли на улицы Волгограда, чтобы еще раз напомнить горожанам о вреде курения и приобщить к здоровому образу жизни. Людмила Кухарева с подробностями. Гематоген вместо сигареты. Оказывается, поменять вредную привычку на что-то полезное не так уж и сложно. Главное – это стимул. Андрей Чумаков, получивший сладкий презент от волонтеров, выбрал для себя спорт. Спортом занимаюсь. Спортсмен я. Так не знаю, по собственному желанию захотелось бросить. Будущие педагоги уже знают, что самое лучшее воспитание на собственном примере. В студенческой бригаде волонтеров не пьют, не курят и отдают предпочтение здоровому образу жизни. Пришли к такому выводу, что многие пытаются бросить курить, но без помощи квалифицированного специалиста сделать это не могут. Ну, возможно, сладкий презент им в чем-то это поможет. Вопрос молодых добровольцев с озвучной акцией. «Я бросил, а ты еще нет» не оставил равнодушными прохожих. Как курящих, так и не курящих, которых на центральной набережной Волгограда в это утро оказалось явное большинство. Это влияет на организм, как бы так. И задумываемся о будущем поколении. Все мои знакомые, которые куют, они все пытаются бросить. Поэтому я думаю, зачем начинать, если все, кто куют, хотят бросить. Поэтому я даже не пытаюсь начинать. Почему день без табака, а не жизнь без табака? Курение – это самоубийство. И я просто вот когда вижу курящего человека, и я смотрю на него как на самоубийцу. Эти слова взрослого человека – серьезный повод задуматься о пагубной привычке. А плакаты волонтеров с иллюстрациями чьих-то загубленных жизней и вовсе серьезный аргумент поменять сигарету на здоровый образ жизни. Кому-то это поможет сделать правильный выбор. Людмила Кухарева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».